это невозможно возможно я не верю тебе поверь я не могу поверить что после всех этих лет и наконец узнаю правду ну это правда тебе не нравится матрица да мне не нравится матрица о ты наверное говоришь о сиквелах нет оригинальная матрица и все ее сиквелы я считаю их идиотскими но все обожают матрицу я нет я думаю переоценивают смысле ладно этот фильм не ужасен или типа того но в итоге считаю что они очень нелепые фильмы но он символичен и многозначен просто потому что он символичен и многозначен не делает его автоматически хорошим я что должен врать о моем мнении ты взбесишь так много людей чему город героев меня и научил так это тому что нормально для фильма быть ничего так интернет примет справедливо и спокойно к тому же да кто это всерьез воспримет мистер критик ты мать вашу кто мне сказали что вам не нравится матрица это абсолютно нормально мистер критик у многих людей есть проблемы с сиквелами нет я говорю не о сиквелах я говорю о них всех мне просто не нравится матрица правда да и что в этом такого кому какое дело я являюсь представителем фанатов мистер критик я агент мудень и вам следует знать что все любят матрицу ну мне жаль но я не из их числа не поймите неправильно технология стиль матрицы вдохновили на многое в кинематографе на протяжении годов все пытались подражать матрица но еще до выхода ненавистных сиквелов я считал что это был претензионный и глупый фильм все считали его глубоким мозговыносящим опытом хотя на самом деле десятки сай-фай истории фильмов уже использовали эту идею идею что наша реальность это иллюзия черт даже некоторые знаменитые эффекты были задействованы еще до выхода этого фильма но они просто не были совершенны в нем есть интересные моменты но как картинка в целом и она не очень но мистер критик он символичен и многозначен фильм является шедевром по всем стандартам словно сценаристы не писали сценарий описывали гениальность ты смотрел его недавно в последние 10 лет он просто чуточку при чуточку устаревший знаете что мистер критик почему бы вам просто не объяснить почему вам не нравится фильм ладно но только перестань так лопать губами я ничего не обещаю ладно это матрица почему ты смотришь в ту сторону я не знаю просто кажется правильным а мы начинаем в туэру кинематографа когда миром правил зеленый цвет в момент когда секретные агенты прибывают на место происшествия и они так замерены убедить вас что они не секретные агенты что они носят солнцезащитные очки даже глубокой ночью быть может матрица очень яркая я понял что чем снисходительнее буду себя вести тем ироничнее будет следующая сцена человека внутри оказывается тринити который обожает участвовать в сценах которые в те времена были крутые но сейчас кажется странными бессмысленными снимали будто показать что ее ноги отличны с любого ракурса а это так все верно она легко уходит от полиции агентов при помощи эффектов которые сейчас устарели есть сказано добраться до телефона так как это единственный способ телепортации задумайтесь если хотя бы раз звонящий телефон не был порталом а просто кто-то ошибся номером вы нашли для себя иисуса вашу ж мать а не важно по звукам только что нашли затем мы переключаемся к иану ривзу в роли нео хакеру с великолепной внешностью который скоро поймет что все его годы сидений дома у компьютера сделают его крутым экшн героем а также миссии кажется я начинаю понимать фанатов этого фильма вау ты только что сказал это смысле не было никаких спрятанных намеков символизма нет ты просто сказал это фильм буквально только что сказал что он мессия что об этом говорится философских книгах знаете те книги которые типа философия матрицу что это значит что они говорят по этому поводу а он отправляется в клуб в котором я бы хотел чтобы объявился плейд где он встречает с ринити и что у меня всего одно выражение лица на протяжении всего фильма нет серьезно если бы ты насадил меня на металлическую граду мне все было было бы такое лицо но давай не играть с судьбой он ботан и 3 типа кидает его с этим по сути очень ясным книжным толкованием на следующий день на работе мы видим как его босс пытается пояснить нам что его бунтарское и лузерское поведение секретно вдохновляется мы можем переключиться каждому лицемерному человеку с властью дающему подобную речь молодому гению я уверен что никаким образом твое ненормальное поведение поможет спасти все человечество я даже на деньги поспорил стоп 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 его имя том я конечно понимаю что он дает себе имя не вы все его так зовут но когда это знаешь вся эпичность просто попадает разве не так судьба всего человечества в руках парня по имени том гребаного дома чтобы сделал том все вослабьте спасителя нашего дома серьезно том? да но нео это анаграмма для единственной да но том также анаграмма для о м ти о мой том да а том в этой инограмме тоже анаграмма для о м ти о мой том я понимаю В этой анаграмме тоже анаграмма для ОМТ. Да понял. Довольно уже. О мой Том, ты смешной. Готов, в этой анаграмме. Продолжишь, и я превращу твои яйца в жидкую субстанцию? Хорошо. Я не пожелаю вам того же, так как я слишком нервный и важный для подобного. Том получает звонок от человека по имени Морфеус, который сообщает, что за ним направляются агенты. О, сейчас. Серьезно? Подождите минуточку, давайте это обдумаем. Все программирование и кодирование Матрицы с ее бесконечными связями, всем этим в активной работе, и ее обдурила долбанная кубическая стена? Вы должны понимать, мистер Критик, все борцы за свободу были отключены. Но не он. Не сейчас. Матрица контролируется машинами, они могут стать чем угодно и сделать что угодно, просто используя кодирование. Разве они не могут в коде загуглить Тома? Прошу вас перестать его так называть. И насколько просто его отыскать? То, что он за стеной, не значит, что его код исчез. Я думаю, вы недооцениваете, насколько плотная была та комната. Так или иначе, вы можете видеть, что в итоге мы его поймали. Это же не то, чтобы он выделялся как... Как самая разыскиваемая женщина, которую вы искали, стоящая прямо перед вами полностью, одетая в кожу, которую можно назвать буквально мишенью. Даже учитывая, что вы посмотрели прямо, блядь, на нее, где ваша кубическая стена в этой ситуации? В Матрице полно глюков. Да. И он встречается с агентом Смитом, сыгранным Ахьюго Вивингом, пытающегося найти местоположение Морфеуса. Но когда Том отказывается сотрудничать, они лишают его голоса и вставляют внутрь его следящее устройство. Но позже он пересекается с бандой Тринити, которые хотят знать, кому он предан. Они достают из него следящее устройство, буквально вырывая его из живота. Риф забывает сыграть так слово, у тебя из живота что-то вырывают. Это охрененно больно. Типа, я знаю, что должен чувствовать сейчас ужасную боль, но я так ошарашен тем фактом, что вы не собираетесь лечить мою рану. Ну, типа, вы даже не наложили на нее повязку. И он наконец-то встречается с Морфеусом, и ему рассказывают, чем же является Матрица. Это Бог, Просветление, Сила, Яслан, Соединенные воедино! Он также снимает ночные кашель на астмак жара и Каня, дабы ты мог видеть сквозь реальность. Он начинает превращаться в Тома тысячу, просто прикоснувшись к зеркалу. Что никогда не объясняется, но просто привыкайте к этому. И он телепортируется в метафору перерождения, где одна из машин замечает его пробуждение. Ты моя мама? Его смывает туда, куда сбрасывают всех проснувшихся людей, где Морфеус и его команда прилетают, дабы его забрать. Место, по-видимому, совершенно неохраняемое. В смысле, какого черта? Поставили бы хоть кого-нибудь на случай, если кто-то решил прихватить отключенных людей с целью присоединения к их армии. Вы не считаете, что должна быть какая-то система охраны, дающая машинам знать, что сброшенных людей подбирают те, кто немного обозлён и, возможно, собираются начать подпольную революцию? Почему эти штуки так сопротивляются посмотреть за стеной? Тут мне нечего сказать. Просто забавно. Они будут на этот вечер твоими учениками. Попытайся угадать, кто из них Эуда. Я думаю, ты будешь приятно удивлён. Вообще-то я дальтоник и думал, что беру сию капсулу. Но Рейка на жизнь тебе даёт ёбаные лимоны, да? Они подключают Тома, чтобы показать ему, что Матрица, по-видимому, является местом, где снимается 90% реклам. Игнорируй. Прошлая жизнь. Он показывает ему, что настоящий мир разрушен, и его захватили машины, чтобы собирать людей и добывать их энергию. И эти люди больше не рождаются, а выращиваются. Серьёзно? Единственному, мать его, тот самому нашему спасителю от этого адского технологического мира нужно напоминать, что ИИ значит? Это разве не одно и то же, что быть величайшей туси мира не значит, что значит BYOB? Завтра у меня будет ещё больше напыщенных малозначимых ролей. Они учат Тома, что в его ментальном мире иллюзии самая великая сила на самом деле всё ещё выбить из врага всё дерьмо. Отлично, теперь попытайся стать хорошим актёром. Однако высочит, они всё же показывают, что сила мысли сильнее грубой силы. И таким образом исчез последний шанс, что кто-то либо когда-либо воспримет мою карьеру всерьёз. Теперь моё описание всегда будет заключаться в одном слове. Спасибо, Вачовски. Слава богу, этот город работает по принципам мультяшного городка, и Том делает ещё одно открытие. Так, мой мозг кашляет кровью? Но, видимо, машины пытаются следить их корабль. Знаешь, спасибо, что ты закончил мою фразу, ведь если бы не ты, то я бы одна такая, одна цель, и никто бы не ответил, это смотрелось бы нелепо и тупо. Но благодаря твоему продолжению, это внезапно выглядело очень круто. Так что спасибо тебе огромное за то, что делал это ни капли не претенциозным. Милость твоей стороны. Это была очень тупая сцена. Ох, да ладно, даже я знаю, что это такое. Окей, мудень, как этот дебил должен быть тем самым? Я понимаю, что он должен учиться и делать открытия, но ему не дадут никаких черт, которые показывали бы, что у него есть свойства лидера. Чёрт, да ему даже не даны какие-то черты характера. Что ж, мистер Критик, что на самом деле значит иметь черты характера? Как вы, я и любой из нас, каждый из нас может иметь черты характера. Что? Что ты делаешь? Но что это значит быть здесь, сейчас? Это прекратиться? Целью для нас сплотиться, дабы значить что-то. Как долго ты планируешь это продолжать? Если вы задумаетесь, мистер Критик, то откуда мы вообще появились? Чувствуешь себя одиноким, изолированным? Мы можем помочь. Что это? Агент Мудинь с тобой? Да, но он увлекся в свою философскую речь, вместо того, чтобы поговорить со мной по-человечески. Да, мы называем это Ноланством. Это займет его на какое-то время. Ты должен бежать. Как? Мудинь одержим Матрицей. Так что он будет использовать логику Матрицы. Предназначение жизни, предназначение судьбы, предназначение жизненного предназначения судьбы. Вот что я пытаюсь. О боже, куда он пропал? Как чёрт побери, он это сделал? Он был прямо там, а теперь его нет. Я полагаю, он под этой легко передвигаемой поверхностью. Но это нереалистично! Он должен быть где-то ещё! Ко мне, мистер Критик! Ко мне! К заднему входу! Что за? Что, чёрт возьми, здесь происходит? Революция началась, Критик. Восстание близится. Но кто вы? Мы люди, которые не любят Матрицу. Есть и другие! Мы не большая группа, но всё больше людей просыпаются. Грубая актёрская игра, претенциозные диалоги и до более очевидные метафоры. Мы не можем более скрываться от истины. Позволь нам представиться. Я Малькамус. А это моя партнёрша Тэмити. Правда? Это всё, что вы придумали? Ну ты это написал. Ладно, неважно, но что насчёт мудня? Он нас здесь найдёт. Маловероятно. Я полагаю, что он мог бы прятаться за дверью. Но это просто не имело бы смысла! Ладно, так расскажите мне, что я должен сделать? То, что есть твоя судьба. Итак, ты понял всё, что я тебе сказал? Не особо! Я ничего не понял, и сказанное из-за твоей одежды! Тогда позволь я начну сначала. Стоп! Ваши костюмы такие шумные, что я не пойму ни слова! Стойте смирно и расскажите мне! Ты должен сделать обзор на фильм и показать людям, что он не был так идеален, как они считали. Ну, это не очень сложно! Постой! Кто же будет слушать мои нудные философские речи? О, я вообще-то. Я как раз хотела вздремнуть. Отлично! Как я говорил ранее, нам нужна кожа. Затем наши герои отправляются в Матрицу, дабы встретиться с персонажем Пророк, который решит, суждено ли ему спасти мир. Помните, совершенно не привлекайте к себе внимания! Прости, это была моя попытка вести себя как реальный человек. Мне не удалось. Я знаю! Он заходит в комнату, наполненную людьми столь продвинутыми, что не смотрит на огромных кроликов по телеку. Тут один из детей учит его клевому трюку. Честно говоря, мне очень понравилась эта сцена. По-моему, это одна из наиболее удачных метафор фильма. Ну, потому что это юмористическое шоу, я включу это. Вы слышали, что Ворбрин будет вновь его играть? Я взволнован! Он встречается с Пророком, программой, которая, по-видимому, может предсказывать будущее. Ведь мы все прекрасно понимаем, как это работает. В ее защиту она ведет себя так, будто развивалась нечто на совершенно новом уровне. Уровне имения реального характера. она сказала, что ты не должен этого делать, иначе ты подвергнешься опасности нас всех. Но Том замечает кое-что на обратном пути. Кошка! И, наконец, появляются агенты, пытаются их остановить. Вау, прошло час и 20 минут, и только теперь мы видим хоть какую-то стрельбу. Будь это монстр-сквад, мы бы уже подходили к концу. Чувак, что за фишка с криком? Ты не Ред Браун, тебе не нужно оглашать свою ярость. Я так возбужден, и я просто не могу это скрывать. Знаете, если вы хотите сохранить образ Морфеуса как крутого экшен-героя, то вам, вероятно, захочется вырезать ту сцену, где он долбанулся головой о попадок унитаза, как бухой студент. Моё мнение, пытайтесь держаться немного посерьёзней. Да, не так уж многое изменилось с 1999 года. Но оказывается, что в их рядах есть предатель. Злой итальянец, который всегда играет злых итальянцев. Ох, они же дали этому персонажу так много эмоций, у которого было. Сколько? Две строки текста? Я точно буду скучать по тому, как она была белой. Ты почти заставил меня задействовать актёрскую игру. Но он убит другим членом команды, которого он долбанул шоком в живот. Ведь как этот фильм нам ранее дал понять, что удары в живот как хлопки по подушке по какой-то причине. Да это всего лишь ожог 20-й степени. На самом деле чувствую себя отлично. Они должны спасти Морфеуса, пока он не сдался от скуки во время одной из этих нудных речей. Если ты продолжишь игнорировать мои намёки на поцелуи, то мне придётся самому украсть первый поцелуйчик. Том и Тринити врываются одеты, как те ребята в школе, которые старались привлечь внимание. Получайте, невинные охранники, которые просто выполняют свой долг. Передайте своим жёнам и детям от меня. Отсосите! Но всё усложняется, когда Тому приходится сражаться с агентом, против которого по имеющейся информации никто не выжил, так как он мог уворачиваться от пульс любой дистанции. До этого момента. Кто знал, что его секретной слабостью было отдать ему целые две секунды, пока говоришь крутую фразу, позволяя ему совершенно точно понять, куда пуля будет лететь, чтобы он не смог использовать свою сверхскорость, чтобы уклониться. Должен признаться, я бы не догадался. Также они не использовали свою суперскорость, когда Том открывает огонь. Проводя время за самым любимым вариантом этого фильма скоротать время. Гильзовая порно. Если бы я мог кончать пулями, я бы так и делал. И потому что первый крик Морфеуса не был достаточно смешным, мы теперь получим его в замедленном действии, детка. Он что, вырывается из цепи или поёт последнюю ноту Ари? Они участвуют в довольно крутой погоне на вертолёте, откуда Тринити прыгает прямо перед взрывом. Ну, это круто, но зачем кто-либо запрограммировал оконные волны в Матрицу? Это как выбить бонус из спрятанного блока. Нет никакого объяснения или описания, почему он там или как ты должен об этом знать. Но ты в любом случае всё равно получаешь его крутой бонус. Если так, то я не против. Это круто. Да, ведь только избранный смог бы удержать женщину, которая весит меньше его. Ещё раз, как именно это особенно? Мы разжевали всё остальное для аудитории. Зачем останавливаться, теперь? Знаешь, давай притворимся, что я из-привращаюсь в кого угодно агенты. В погоне за нами отложим эту беседу до момента, когда это не является фактором. Например, длительность твоего разговора могла быть достаточно, чтобы я не сбежал. Спасибо, сучка. Мистер Андерсон. Итак, раз этот фильм в первой половине был только разговорами, во второй ничего, кроме мордобоя, вот вам ещё мордобой. Но я говорил о твоей голове. Я тут заметил, мистер Андерсон, что мы чересчур пыльные. Но благодаря мультяшной логике он в итоге оказывается внутри поезда и погоня продолжается. Вы не задумывались о том, что они могут так быстро уворачиваться от пуль, но по какой-то причине не могут бегать быстрее. Там же нет, например, чит-кодов в Матрице или типа того. Правление ваше посредственное актёрское игре окончено. И пока машины пытаются пробраться в их базу, Тринити в этом революционном философском фильме, который все хвалят, буквально возвращает его к жизни при помощи силы любви. О, да! Точно скажу, основываясь на отношениях между вами прослеживаемыми на протяжении всего фильма. Например, эта сцена эта сцена и эта сцена. Ноэй, не загребайте всё романтическое смотрение в глаза. Оставьте для Эдварда и Беллы. Затем Том оживает, потому что... Иисус! И, наконец, побеждает агента Смита. Вау, я становлюсь более однообразным, бездушным, неинтересным и чувствую ужасное желание испортить. день, когда земля остановилась. Чёрт! Нас победили силой любви! Итак, просто уточню. В революционном, новаторском, философском фильме, который просто вынес мозг тем, насколько оригинальным он был, есть белый парень, спасающий чёрного, божественный символист, более очевидный, чем в Человеке из стали, и спасение мужчины и женщины не при помощи физической силы и эмоциональной поддержки. Что ж, если исключить все фильмы, которые я видел в своей жизни, это очень оригинальный материал. Далее Том оставляет сообщение машинам, предупреждающие их о том, что революция началась и восстание начнётся. Однако он звучит так не заинтересованно, что я не уверен, говорит ли он это или читает с листа бумаги. Ты отлично справляешься, Киано! Великолепно! Затем он улетает навстречу титрам, и фильм наконец завершается. Итак, это была Матрица и... Разве это действительно выдающаяся работа, кои её клеймят? Не поймите неправильно, в ней полно клёвых сцены и довольно крутых аналогий. Но там также полно фигней, не имеющей никакого смысла. Что не было бы проблемой, будь персонажей поинтереснее, дабы отвлечь нас. Но главные актёры просто такие бездушные, и все остальные относятся к фильму через чур серьезно. Словно сценаристы думают, что не прокладывают дорогу для какой-то новой религии или философии. Я помню, что когда он вышел, все говорили, это новые «Звездные войны». Я просто... Серьезно? Том и Тринити имеют ту же романтическую атмосферу, как Хан и Лея? Его вид и стиль вечный и не будут устаревать спустя годы? Ну нет, что-то тут не так. Некоторый символизм работает, и даже изначальная идея не так уж плоха. Но единственный реальный фактор это его технологии, даже они со временем стали выглядеть устаревшими. Я не ненавижу этот фильм, я даже уважаю то, какое он влияние касал на экшен-фильмы. Отталкиваю их бы чем-то больше визуально и на интеллектуальном уровне. Но я просто не считаю, что он вечен как фильм. Не худший, но точно устаревший. К тому же, в нём есть огромная сюжетная дыра, которую все игнорируют. И что же это за сюжетная дыра, мистер Критик? Малькумос, Тэмити, спасите меня! Не могу. Мой кожаный костюм не позволяет мне обнажить меч. Тэмити, уделай его! Не могу. Мой костюм слишком скован и не позволяет мне поднять мою пушку. Похоже, у вас закончились идеи, мистер Критик. Хорошо, Мудин, я признаю поражение, если ты объяснишь одну огромную сюжетную дыру в Матрице. Я весь во внимании, мистер Критик. Зачем нам нужна Матрица? Это идеальное творение. Идеальное? А какое же ещё? Я не говорю о фильме Матрица, я говорю о концепции самой Матрицы, об идее в самом фильме. Если машины питаются человеческой энергией, пока не спят, то зачем вообще создавать Матрицу? Почему им не позволить вечно спать, вырубить их мозги, сделать лоботомию или ещё что-нибудь? Матрица имеет недостатки. Она нам нужна, чтобы... Это не то, что ты сказал ранее. Ты сказал Матрица идеальное творение. Я сказал идеальное, а ты ответил, а какое же ещё? Я знаю, что я сказал. Мне не нужно, чтобы ты проверил это ещё раз для меня. Зачем нам нужна Матрица? Мудинь. Иногда сценаристы берут всё в свои руки. Нет, Мудинь, секунду назад ты говорил, сценаристы не берут всё в свои руки. Матрицы даже не должно быть, верно? Я даже не уверен, какой фильм мы пародируем уже. Ты не можешь выдержать правду. Мы сейчас это делаем? Я не знаю, зачем вообще существует Матрица? Это невозможно, они не могли так всё просрелать. Зачем нужна Матрица? В этом весь мысль фильма они не могли упустить столь огромное. Зачем нужна Матрица? Просто взорвись нелепым эффектом. Я знаю, вы где-то там люди, которым не нравится Матрица. Когда я повешу трубку, я открою для вас мир, где вам не придётся любить то, что все любят или ненавидеть то, что все ненавидят. Мир без предвкушения, мир без давления, мир без странного предназначения для очень специфического типа людей. Серьёзно? Что за фигня? А куда мы отправимся дальше? Это уже ваше решение. Привет, ребят! Витые шарики Баскин Робинса! Озвучил Хайман Вина Мэтт Девил И Псих Перевод Муген Он Привет, ребята! Даг Уолгер с вами Месяц Матрицы начался и он продлится до первой недели февраля, но он уже начался. Я упоминал об этом ранее, но напомню ещё раз, я скоро поеду в Квебек на кон G-Эниме. Он будет проходить с 24 по 26 января. И я буду делать рифы снова про Супер Братев Марио вживую. Разумеется, это будет импровизация. И также я буду отвечать на ваши вопросы и подписывать автографы и всё подобное. А также есть рекламный код. По-видимому, если вы напечатаете или сообщите, да, в общем-то, не важно, указав по регистрации, этот код, вы получите скидку в 10%. Так что, если хотите увидеть меня в Квебеке, то... Я не знаю, вернусь ли я ещё туда, я там до этого не был. Но, вероятно, это будет ваш единственный шанс, кто знает. Так что, если захотите встретиться со мной, то я буду рад увидеть всех своих фанатов из Квебека. И держите глаз на месяц и матрице. И это, пожалуй, всё. И я увижусь с вами позже. Субтитры сделал DimaTorzok